начнем значит в чем суть вопроса читаем статью яндекс дзен соответствии с пунктом 5.2 статьи 198 жилищного кодекса российской федерации далее жк рф введена в действие тогда то в случае если лицензиатом или должностным лицом должностными лицами лицензиата в течение 20 12 месяцев то есть в течение года со дня назначения административного наказания за нарушение лицензионных требований которые отнесены грубым нарушением лицензионных требований вновь совершенное такое же нарушение лицензионных требований по решению органа государственного жилищного надзора из реестра лицензии субъекта рф исключаются сведения о многоквартирном доме то есть таким Таким образом можно вывести свой дом из-под управляющей компании, из-под управления данной компанией в порядке, установленном правительством РФ. Если вам удастся привлечь управляющую компанию дважды за год по статье 14.1.3 «Осуществление принимательской деятельности по управлению многоквартирными домами без лицензии» в течение 12 месяцев, дважды, удастся привлечь, тогда можете легко вывести свой дом из-под их влияния. Так, рассмотрим на примере управляющей компании ДЭСВЖР. Так, управляющая компания ДЭСВЖР в городе Сургуте. Столько-то квадратных метров, 338 домов, проживая столько-то человек, открытые данные, общественные. Так, вот так у них выглядит лицензия. Список домов не приведен, но он существует отдельно. Вот так этот список выглядит, тоже на официальном сайте. Список домов. Среди них и мой дом. То есть дом, в котором я живу. Так, у нас 7 подъездов. 9 этажей. Квартир 249. Это официальные данные. Так, в общем, с чего мы начали? Вот так выглядит вся переписка. Значит, сколько примерно? Ну, где-то 28 обращений всего было сформировано. В разные инстанции. В Сургутскую прокуратуру, в ХМАУ прокуратуру, в сам ДЭСВЖР, в жилищную инспекцию, в налоговую. В общем, стартовали мы это все 9 января. Так, предыстория. Как выглядели лифты? Забежим вперед. Расскажу о результатах. Значит... Ребята, а вы на каком основании замки ломаете? На полном основании. Лифты у нас выглядели вот так. Так, листаем. Вот так у нас выглядели мусоропроводы. Это в январе. Понятно, да? В каком состоянии все было? Информационного стенда не было. Дело в том, что 13 марта мне, у меня захватили квартиру. После того, как я подал в суд на УВД города Сургута, сломали квартиру, я был вынужден путешествовать. Значит, как найти всю информацию? Вконтакте Сургутнадзор. Вот здесь, в поиске, набираем ЖКХ антикоррор. Так, вот и четвертая часть. Тут есть третья. Вторая и первая. С чего все началось? Так, сбегаем вперед. Результаты. Как выглядит подъезд? Сометно, да, разница? Добавился информационный стенд. Вот, начали утеплять дома, снаружи. Это все произошло во время моего отсутствия. Ну, вот я застал только утепление дома. С июня по август они поменяли все лифты. Лифты у нас во всех семи подъездах были с 1986 года. С момента с момента сдачи дома в эксплуатацию. То есть, их ни разу не меняли, насколько мне известно. Срок службы в Советском Союзе у лифтов был 20 лет. Дальше их продлили до 25. Но даже с учетом этого, лифты во всех семи подъездах работали сверх нормы в 8 лет. Представляли угрозы для жизни, для всех жильцов. Про лифты я ничего не писал. Мы писали по другому поводу. В общем, приехав в сентябре, я узнал, что во всех подъездах сделан ремонт. Там, по-моему, кроме двух, в которых ранее уже был сделан ремонт. И во всех подъездах поменяли лифты. Еще и снаружи утепляют. Я не знал, чем дело вообще закончилось. Потому что вынужденно путешествовал. Мне вообще не до этого было. Значит, вчера получили вот такой ответ. Мы в январе стартовали всю эту кампанию. Написали очень много документов. Цель была привлечь к административной ответственности ООО УК ДСВЖР, управляющей компанией, по статье 14.1.3 КОАП РФ. Для этого мы подняли все требования по мусоропроводу, по чертагам, по подвалу, по информационным стендам. Написали заявления все эти, отправили. И мы отправляли также заявление по 407 счету, что не имеет права через РФКЦ принимать наличку и в налоговую, и в прокуратуру. Везде нам поступали отказы. Отказы в возбуждении административных дел мы их себе обжаловали. Потом приходили новые отказы в связи с истечением срока привлечения к административной ответственности. То есть там у них, по-моему, два месяца, что ли. Вот. И в итоге я узнаю где-то в мае, что ли, где-то в конце мая, что во всех подъездах сделан ремонт и начали менять лифты. В отношении УК ДСВЖР составлен административный протокол жилнадзора инспекции по статье 14.1.3 КОАП РФ. 5 марта жилищные инспекции будут самостоятельно рассматривать административные дела. Но тут как-то хитро все написано, что в отдельных случаях будут передаваться эти дела в суд. Жилнадзор инспекции и Кострогутский городской суд. Чем там дело вообще кончилось? Потому что протокол был составлен. Либо его жилнадзор инспекции рассматривает, либо суд. Они взяли и направили в Сургутский мировой суд. Причем дело рассмотрело ИО мировой судьи, участка номер 9. В общем, в итоге оказалось, что они отделались устным предупреждением. Так, освободите юридическое лицо от ответственности. Часть 2. В связи с малозначительностью правонарушения. Слушайте, ну в части 2 там предусмотрен штраф до 300 тысяч рублей. Ну это немалозначительное нарушение. Протокол, если составляется, 300 тысяч. Ничего себе. На обжалование было 10 суток. Естественно, меня в городе не было, потому что решение вынесено 14 июня. Так бы мы обжаловали. Тут почему-то мировой судья. А здесь в самом начале у нас ИО, мирового судьи. Сейчас, по сути, ремонт в доме сделан во всем. И, по сути, тогда копаться не до чего. Все отремонтировано. То есть, везде информационные стенды висят. Но мы нашли, на данный момент затребовали реестр собственников. И там уже не надо писать и отправлять очень много обращений, как вот здесь мы делали с января. Сейчас мы вот кратенько сделали. То есть, я отправил... Когда 4 октября затребовал реестр собственников, я его получил и тут же обжаловал жилонадзорную инспекцию с требованием привлечь до 31.3. Так что вот здесь процесс намного быстрее идет. Данную схему мы еще отрабатываем. Но я вам сразу скажу, в Тюменской области есть результаты положительные, когда отдельные дома исключают из лицензии управляющей компании. Есть такие результаты. Так, Антон, что с твоей квартирой? Ну, что с квартирой? Двери в квартиру нет. Есть тамбурная дверь, железная она закрывается. Но она общая. Вот в таком состоянии. Вот в квартиру. Что это вот изнутри? Сейчас микрофон закрепил, помех не должно быть. Да, я в Сургуте. Дома. Если это дома можно назвать. Сейчас трудимся над тем, чтобы открыть в городе Сургут корреспондентский пункт СМИ, законный порядок, прямой эфир. Так что вот так будет выглядеть будущий корреспондентский пункт средства массовой информации. Плюс еще трудимся над тем, чтобы вступить в общество по борьбе с коррупцией. Общественная организация. Но об этом позже будем разговаривать, когда я получу удостоверение. В адрес службы жилищного надзора поступило ваше обращение о предоставлении сведения о результатах рассмотрения административного дела в отношении управляющей компании по части 2 ст. 14.3. Часть 2. То есть вот это наказание было. Так, отлично это про звук, да? Я так понял. Ну я сам вижу, что помехи пропали. То есть вот такое привлечение управляющей, два раза за 12 месяцев и все. И можно стартовать процедуру по исключению дома из реестра управляющей компании. По сути, лишить, ну скажем так, лицензии управляющей компании. Так, дальше читаем. Жилнадзор отвечает. Так, сургуйским отделом инспектирования по результатам проверки в отношении ДСВЖР было возоблюдено производство по делу об административном пронарушении по части 2 ст. 14.1.3 КАПРФ. Все материалы дела были направлены для рассмотрения в мировой суд. Но странно, почему не в мировой суд направили? Будем выяснять. Так, в связи с чем предоставить вам копию протокола не предоставляется возможным. Так, копию протокола не предоставили. Будем требовать в мировом суде. Так, посредством почтового отправления мировым судей судебного участка номер 10 ЕПКРФ. В адрес отдела направлено постановление по делу об административном пронарушении. От 14 июня. Где-то в это время была комиссия приезжала из жилнадзора. Естественно, тут же ДСВЖР закрутился. Сразу все покрасили, побелили. Все недостатки устранили. Но это по сути не освобождает от ответственности. Так, дело номер 5-11-01-2609-2019. Копия прилагается. Заместитель руководителя службы, начальник отдела, по-моему, Татьяна Николаевна Шутова. Могу ошибаться, давно не общались. Так, само постановление мирового судя и исполняющего обязанности мирового судя от 14 июня. Но ведь суд не увидел дела, значит, привлечения не получается. Почему? Вот же постановление. Мировой суд они передали протокол. Мировой суд рассмотрел. Но почему-то они решили, что вот эти все нарушения, которые мы чуть позже рассмотрим, они не являются даже не то что грубыми, они являются малозначительными. Они к такому выводу пришли. И, соответственно, они там сослались на какие-то нормы, что типа можно ограничиться устным предупреждением. Нормально, да? Меня шесть раз задерживали незаконно. И других людей тоже, я помню, ни за что задерживали по поддельным протоколам. Однако им никто ни разу устного предупреждения не выносил. Так, Иван Цапцов. Антон, какая итоговая цель? Создать ТСЖ или как? А это уже каждый сам решает. Я вам показываю инструменты, как можно взаимодействовать с управляющей компанией. Если вдруг вам, как сказать, вот многие не могут отказаться от управляющей компании. Они собирают собрание, подписывают там протоколы общего собрания, что мы больше не хотим с управляющей компанией иметь дело. Мы хотим свое ТСЖ открыть. Некоторым удается ТСЖ открывать. Некоторые ТОСы открывают. И далее происходит просто сплошное препятствование работе этих ТСЖ и ТОСов. И в итоге, иногда даже по беспределу, либо администрации, либо какими-то другими методами, все равно назначают управляющую компанию. А здесь даются инструменты, которые позволяют... Либо у вас будут шикарные подъезды, можно заставить управляющую компанию таким методом, вот такими инструментами, чтобы вам и лифты поменяли, и такой ремонт сделали, пусть даже косметический. Я даже не уверен, что косметический ремонт... Надо посмотреть, какой вообще ремонт был сделан. То, что стены покрасили, это сразу видно. А вот по капитальному ремонту надо еще посмотреть. Там на 9 этаже, по-моему, большая трещина была в стене. Надо сходить посмотреть, заделали ли ее или нет. Поступило обращение гражданину по вопросу надлежащего содержания общего имущества многоквартирного дома, выразившегося в невыполнении работ по обслуживанию загрузочных клапанов и уборке пола под ними, а также в отказе управляющей компанией в предоставлении заверенной копии договора управления многоквартирным домом собственнику квартиры номер 16 по указанному адресу. У меня нет с ними договора. Мы об этом тоже писали. Они мне отвечают, что типа у нас с вами заключен договор, а мы тут же в прокуратуру, что требуем привлечь к уголовной ответственности, потому что нет никакого договора. Это тоже все документы есть. При рассмотрении обращения установлено, что мы не только по загрузочным клапанам и уборке пола писали, мы там и про чердак, подвал, информационные стенды, про 407-й счет, много чего писали. При рассмотрении обращения установлено, что согласно информации, размещенной на официальном сайте государственной информационной системы, скорее всего имеется в виду ГИС, ЖКХ, в сети интернет многоквартирным домом по адресу такой-то Косомольский 21, осуществляет функцию управления ДСВЖР. Валерий Прыжка. У меня хуже по существу претензий и вопросов. Вообще ни слова. Одна вода. Все правильно. У нас тоже сначала шли отписки. Ну, просто несуразица какая-то. Многие люди на этом этапе останавливаются. Мы пошли дальше. Ну, вы сами видели. Вот, смотрите. Первым делом мы задали 62 вопроса управляющей компании. Где у вас есть вообще право устанавливать документы и все остальное. Покажу этот документ. А потом мы получили отписку. И потом 20 января вот сколько сразу за это запросов, обращений, заявлений в прокуратуру, ФНС, самому ДСВЖР. Вот это уголовные статьи указаны. А вот это КАП РФ. Тут еще, по-моему, есть 5,59. Да, вот 5,59 еще есть. Еще раз повторяю. Это реальные инструменты, которые позволяют привлечь к административной ответственности управляющей компании. Мало того, что вот сейчас выкладывается в общий доступ инструменты, которые мы сами прошли. Вот на, сколько тут, ну, примерно на 30 обращений. Это сложный путь. Куда проще написать заявление по поводу того, что у вас лифт с высшей срока работает. И либо вот пойти новым путем, как мы пошли, это за 3 реестра собственников. Так, вопросики. Реакция есть со стороны управляющей компании? Управляющей компании? Ну, реакция я показал. Поменяли все. Все покрасили. Лифты поменяли. То есть, они, я так понял, они в курсе вот этого, того, что в случае двух грубых нарушений в течение 12 месяцев, их просто дом исключат из их реестра, из реестра лицензии. Поэтому все быстро сделали. И лифты все поменяли, и покрасили. Ну, вот вам инструмент. Мне многие люди жаловались, что они годами не могут добиться, чтобы им лифты поменяли, или, там, не знаю, ремонт сделали в подъезде. Многие ходят, подписи собирают, что, типа, за пол цены сделайте нам ремонт. То есть, пол цены жильцы платят, а пол цены управляющей компании. А здесь, по-моему, никто ничего не платил. В своей новой платежке, ну, как, в кавычках платежки. Вот эта бумажка, которую всем закидывают в почтовые ящики. Это не платежный документ по законодательству РФ. Это просто информационная бумажка непонятного содержания. Там я не обнаружил строки за ремонт подъезда, за замену лифтов, за покраску подъезда. Не было там такой строки. По сути, безоплатный ремонт дома сделали. Ну, внутри и снаружи вот утепляет. У меня на ГИС ЖКХ вообще прикреплен договор на право управления от администрации другого города. Это уже не цирк, это бред на его. Ну, что я могу сказать. В жилнадзор инспекцию, в прокуратуру. И не стесняйтесь обжаловать. Вот мы как делали? Если написали заявление в порядке УПК-141, то мы тут же постоянно сроки отслеживали. Вообще, там у них сначала 3 дня дается УПК-141. После 3 дней должны уведомить о определении срок до 10 дней. Но мы берем средний вариант 10 дней. Потому что нагрузка очень большая, колоссальная по другим делам. 10 дней берем, плюс 3 дня на регистрацию. После 10 дней еще одно новое уведомление. Это вот там они в отдельных случаях продлевают до месяца. И когда они уже продлят до 30 дней, то есть через 33 дня должно быть вынесено постановление в течение 24 часов о возбуждении уголовного дела, либо об отказе возбуждения уголовного дела. Соответственно, ни одно уведомление мы не получали о продлении сроков. Отказ о возбуждении уголовного дела. Я не помню, получали или нет. Надо посмотреть. В любом случае, берем вот эти сроки 3, 10 и 30 дней. Прибавляем 3 дня на регистрацию. Там у них есть такая буфер в законодательстве, что они 3 дня берут на регистрацию. Но это как бы незаконно. Они могут отписку эту прислать, что у нас 3 дня на регистрацию ушло. Мы эти отписки избегаем путем прибавления 3 дней вот к этим срокам. Получается 6, 13 и 33 дня. И по каждому этому сроку мы отправляем жалобу в порядке УПК 124, что никакого уведомления не получали, что прокуратура нарушает приказ генерального прокурора. И там еще какую-то инструкцию надо почитать. Документ УПК 124. Вот такими методами. То есть мало отправить заявление в порядке УПК 141. Это заявление о совершенном преступлении. Его еще нужно постоянно вдогонку с жалобами в порядке УПК 124 контролировать. Генеральная прокуратура и прокуратура Ахмао, получив такие жалобы, они начинают... Ну, они вынуждены. Они же не хотят на себя ответственность брать. Они начинают спускать вниз в сургутскую прокуратуру с требованием исполнить приказ. А сами себе в папочку складывают эти все нарушения. А потом в один момент прекрасный, просто предъявят это все прокурору сургута. Вот как бы... Получается, у нас все не по закону, а вот именно вот... Закон постоянно нарушается, но ввиду того, что он постоянно нарушается, прокуроры городского уровня, прокуроры районного уровня, это используют как инструмент, чтобы в определенный момент поменять прокурора города. Так, а общее собрание договора управления принимало? Понятия не имею. Я никогда не видел договор с управляющей компанией, подписанный кем-либо. Мы это все требовали в обращении. Вот такой запрос мы отправляли 8 января. Это большой документ, в котором указаны 62 вопроса. 62 пункта. Вот что мы требовали. Договор между мной и управляющей организацией. Акт приема передачи, подписанного договора. Выписку из Егрюла, управляющей компании. Фактически адрес нахождения. И так далее, и так далее. 62 пункта нам прислали отписку. И мы ее обжаловали. С этого все и началось. Сергей Орлов. Просто смотрят те, кто тебя знает, и те, кто готов бороться. Ребята, ну я это, реально, вот смотрите, статистика, да? Триста восемьдесят восемь домов. Тысяча пятьсот восемьдесят подъездов. А сколько? Тридцать четыре тысячи пятьсот тридцать одна квартира. Это вот представляете, вот по сути я от своего имени, как владелец квартиры, сделал вот такие действия. Ну мне помогали, конечно. И это вот получается только по одному дому, да, было направлено. А представьте, все триста восемьдесят, триста тридцать восемь домов отправят вот такие заявления, требования. И в прокуратуру, и в ФНС. При этом, ну, из дома я выходил только один раз, чтобы отвезти. Я тогда не был зарегистрирован ни на госуслугах, ни в ГИС ЖКХ, ни в Газправосудие. Сейчас я это все делаю удаленно. А тогда мне в январе пришлось выехать только один раз, выйти из дома один раз. Я сходил в жилнадзор инспекцию и подал там, по-моему, три или четыре обращения в письменном виде. Мне пришлось, потому что, ну, у меня не было возможности. Мне поставили печать, шлепнули, ну, как шлепнули, не хотели ставить вообще, принимать эти заявления. Мне пришлось дойти до начальника, шутовые, по-моему, ну, естественно, там тоже были небольшие препятствия, но ничего, все решилось. Сам начальник жилнадзора инспекции с Ругутского района расписалось мне о приеме документов. И все, и тогда дело закрутилось. Вчера смотрел передачу по Ахмау, лифты начали менять массово, но сроки затягивают, не запускают в работу. Все правильно. Массовый знаете откуда? Сейчас покажу. В августе по депутатскому запросу за требованиям была инициирована проверка всех управляющих компаний, не всех, ну, КДСВЖР точно, СЖР, Сервис 3, Запад, Система, Гравитон, Тепловик, Градсервис. Вот официальная информация. То есть, я не знаю, с чем это связано, но они все вдруг решили устранить все нарушения, чтобы, не знаю, может, может, из-за тех инструментов, что мы выложили, я не знаю. Ну, в общем, весь город Сургут, вот, пожалуйста, инициировали проверки. Так, управление ФАС Пахмау возбудило в отношении восьми управляющих компаний Сургута дела в связи с нарушением антимонопольного законодательства. А, у них, все, вспомнил эту новость, они там выявили то, что управляющая компания выставляла счета, в кавычках, счета всем с 20-ти процентной наценкой, то есть, они включали НДС в эти, в так называемые платежки, хотя они должны были. При этом, выставляя плату на содержание многоквартирного дома без НДС, управляющая компания все равно применяет тариф, который добавляет 20-ти процентов по сравнению с тарифом. Представляете, что делает? 20-ти процентов сверху, будь добр, отстегни и заплати. по сравнению с тарифом, назначенным муниципалитетом. К примеру, в одном из домов установленный тариф составляет около 29 рублей без НДС и 35 рублей с НДС. Вот у нас примерно такие же тарифы. Вот у нас вот так. управляющая компания взимает сумму без налога, однако она составляет 35 рублей. Нормально? 20% сверху? Ни за что? Так, по словам депутата, по его предварительным расчетам за три года управляющая компания с квартирой около 100 квадратных метров берет лишних 24 тысячи рублей. В управлении ДСВЖР находится 2 миллиона 387 тысяч 627 квадратных метров. Так. Цифры. Что-то аж не верится. Ага. Во как. Хорошо. 240. 191 миллион. В год. Ну что, вечер? Ох, соображай уже. Так, итого. Получается 24 тысячи со 100 квадратных метров. С одного квадратного метра 240 рублей. Так, 573 миллиона за три года. С одного квадратного метра в год в год с одного 240, а в год 191 миллион. Ну, правильно посчитал, нет? Подтвердите, народ. А, есть такая, да, теория. Вот опять же, я не утверждаю, ну, как бы, это все надо проверять. Есть мнение, что та квитанция, которую все называют платежкой, она на самом деле не является ни квитанцией, ни платежкой, а лишь уведомлением о том, что за вас такая-то сумма была оплачена из бюджета согласно 97-го постановлению. И вот по что такое PR-259-N. Информацию ищите в интернете, есть полно информации, видео, что за нас давно все оплачивают, однако из бюджета согласно 97-го постановлению, однако просто непонятные коммерческие фирмы возникают, именно коммерческие. Заметьте, все управляющие компании, у нас вдруг стали коммерческими фирмами. Главная цель получения прибыли. Получается, они вот таким образом просто шлют какие-то бумажки, народ смотрит, о, бумажка, похожа на квитанцию, похожа на ни печати, ни росписи, ни бухгалтера, ни директора. Это финансовый, это не является финансовым документом по законодательству РФ, платежным, квитанцией и так далее, не является. Народ, подскажите, правильно рассчитал вообще, что я уже три раза перересчитывал, 24 тысячи со 100 метров, 240 рублей с одного квадратного метра. За три года выходит 573 миллиона, а в год 191 миллион. Ну, в общем, они тут что-то писали, что ответчик, представитель ДСВЖР, говорил, что вот эти черные пятна вокруг мусоропровода невозможно устранить, кроме как покраской. извините меня, если вы за домом годами не ухаживаете, конечно, невозможно отмыть, там уже столько всего накипело, то это все устраняется только покраской. Так, все эти документы будут выложены в общий доступ и прикреплены именно вот к этому видимому, к этому прямому эфиру. Что они еще тут писали? С учетом конкретных обстоятельств дела, принимая во внимание устранение обществом выявленной в ходе проведения проверки нарушений. Получается, ДСВЖР у нас делались устным замечанием ввиду того, что меня не информировали, во-первых, сейчас мы тоже будем этот вопрос поднимать, почему я вот здесь в постановлении фигурирую, как собственник дома и инициатор вообще всей этой проверки, а уведомить меня никто не уведомил, никакого электронного сообщения, ни почты в письменном виде, я ничего не получал. И вот об этом постановлении я только когда вчера узнал, позавчера получается уже 11 октября. В стиху и все делается, но я еще раз говорю, если у вас есть знакомые, близкие, родственники, такие же люди, которые страдают от беспредела, который творит вот у нас управляющей компанией, да, вот это все, вот, пожалуйста, что ж, федеральная антимонопольная служба заинтересовалась, что это такое, ничего себе 20% сверху раз, казалось бы, да, человеку вместо 29 рублей назначают 35 рублей, но умножаем на квадратные метры, вот эти 3 рубля, и получается в год 191 миллион только одна управляющая компания, лишних денег получается взяла, так вот, о чем я, сейчас я эти документы все выложу, любые вопросы обращайтесь, мои контакты здесь есть, здесь можете написать мне в контакте, вот мои контакты, телеграмм, скайп, вконтакте, телефон городской, все документы выложу под видео и просто берите эти инструменты и вперед из песни, как говорится, дважды привлекли управляющую компанию к ответственности по административке 14.1.3 и дальше можно это стартовать процедуру по лишению их лицензии, но нарушение нужно доказать обязательно, что у них это они будут всячески склонять, что типа малозначительно, на нарушение не входит в список грубых нарушений, для справки, перечень грубых нарушений или зазерных требований, так, нарушение при содержании жилья, привлекшее к причинению тяжкого вреда жизни и здоровью, то есть пока кто-то не убьется, да, никто не среагирует, но здесь можно сыграть вот именно по поводу лифтов, то, что лифт эксплуатируется сверх срока эксплуатации 25 лет, у нас он эксплуатировался 32 или 33 года, что-то такое, в общем, где-то там 8 или 9 лет, сверх нормы, и это, в принципе, угрожало жизнью и здоровью всех жителей, всех семи подъездов, не проведение гидравлических испытаний, промывки и регулировки систем отопления, тоже берите на вооружение, по этому поводу тоже можно привлечь, не заключение в течение 30 дней с момента начала управления домом, договоров и со специализированными организациями для обслуживания лифтов или внутридомового газового оборудования, ну, это тоже можете проконтролировать, 30 дней прошло, вот вы, не знаю, пролежка пришла новая или там поменяла форму собственности или еще как-то, 30 дней прошло, делайте затреп документов, где договора, так, не заключение в течение 30 дней с момента начала управления домов, так, не заключение в течение 30 дней с момента начала управления домом договоров с ресурсоснабжающими организациями, тоже вариант, так, наличие у управляющих компании рассуженной задолженности перед ресурсоснабжающими организациями более чем за два месяца, такой практики тоже много, сейчас рассмотрим, посмотрим практику, так, не передача технической документации, ключей, кодов от общего имущества при смене управляющей компании или способа управления, вот мы по поводу ключей тоже писали, что ключи от подвала и чердака должны быть переданы там, по-моему, три ключа должно быть, я уже не помню точно, у жильцов, у управляющей компании, и у старшего по дому или по подъезду что-то такое, не помню, в общем, в документах все это будет, точнее, есть уже, так, непрекращение управления многоквартирным домом в течение трех дней с момента исключения дома из лицензии, ну, в общем, вот он список грубых нарушений, у нас как бы и легче, мы сейчас стартовали компанию, вот эти все действия, сколько тут, где-то 30 обращений в течение полугода, даже больше, 10 месяцев у нас на это все ушло, а, нет, 8 января мы стартовали и 14 июня было вынесено постановление, полгода, да, полгода и управляющая компания отделывалась устным предупреждением, и обжаловать его нет смысла, потому что там срок привлечения к административной ответственности 2 месяца истек, ну, и что, зато есть судебная практика, уже есть прецедент, устное предупреждение было, было, а вот сейчас устным предупреждением отделаться будет очень трудно, сейчас мы затребуем реестр собственников, вот этот документ за требование реестра тоже будет приложен, стартуйте, это все делается удаленно, вот здесь вам просто нужно, я не знаю, поменять шапку, данные, поменять свои квартиры, имя, отчество, фамилию и так далее, название управляющей компании и просто отправляйте через интернет приемный на сайтах там, в укаде мы по-моему по электронной почте отправляли, сургутская прокуратура интернет приемная, хмао МВД интернет приемная, сургутская ФНС налоговая, тоже по-моему интернет приемный и электронный адрес, короче, это вот, вот это все делается удаленно, сформировали документ, отправили, отправили, отправили и все, и ждете результатов, ну, естественно, нужно не отчаиваться и обжаловать это все, а, практику, 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 так, 26 сентября недавно лишили лицензии управляющую компанию, так, брянскую компанию лишили лицензии, компания обслуживала 300 домов, все они находились за долги перед управляющими это, перед поставщиками ресурсов, так, не отчитывались о своей деятельности, отчетность не в порядке, не в порядке, вот, в Оренбурге недавно, о, в Оренбурге управляющую компанию Дельта лишили, это когда? Это 3 октября недавно, лишили всех домов, причиной стало повторное административное наказание, вот, пожалуйста, берите на вооружение, два административных наказания за нарушение лицензии в течение 12 месяцев и все, лишают лицензию все это, все дома отняли, так, она не передала техническую документацию, исключены и все дома не передали техническую документацию, ну и так далее, тут многое, вот, смотрите, интернет-то все помнит, все знает, все документы к видео приложу, ну, получается, у нас их, привлечь к административной ответственности не получилось, но прецедентом мы создали, что у них устное замечание есть, дальше легче будет привлекать, и при этом дом стал почти в кавычках, почти новеньким изнутри, снаружи он так же выглядит, конечно, сейчас мы будем искать новые нарушения, грубые, именно, и будем подавать заявление ЦИПСОВ, так, об оплате услуг правительством они не могут перечислить в местный бюджет, не соответствует нормам права местные расчетные счета, ну, об этом надо отдельно вообще видео снимать, что у нас происходит вообще в сфере ЖКХ по оплате, что такое 97-е постановление, что у нас из бюджета выделяется там, насколько я помню, 600 миллиардов что ли каждый год, и эти деньги куда-то деваются, они потом это постановление отменяют тут же, а деньги-то не возвращаются никуда, и получается, есть мнение, что за нас все давно уже оплачено, все наши коммунальные платежи, некоторые даже вытаскивают выписки с расчетных счетов, они обращаются в казначейство, в банки, в управляющие компании и получают выписки с расчетных счетов, где четко видно, что каждый месяц перечисляется сумма, все оплачивается, а не знающие люди идут и сверху оплачивают это все по якобы какой-то там расчетке, которая выглядит как простая бумажка, на принтере напечатали и все, ни печати, ни росписи. Следите за новостями, Сургутнадзор, скоро будут новые видео, обязательно расскажем, чем это у нас дело закончилось, если будут вопросы, обращайтесь, постараемся ответить. Всем благодарствую, всего хорошего. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok